Она американская поэтесса, которую в Англии считают своей, в Америке тоже. Я об этом буду говорить. Мы сегодня говорим о ней не случайно, по трём причинам. Во-первых, потому что завтра её день рождения. И в этом году у неё юбилей. Ей бы исполнилось 85 лет, если бы не одно трагическое событие в её жизни. А третья причина, очевидно, они её очень мало знают в России, потому что она очень плохо переведена. И если единственный роман её «Под колпаком» достаточно поздно до нас дошёл, то её поэзия крайне мало переведена, сборников нет. Она известна прежде всего как поэт. Не поэтесса, а именно поэт. Это важно. Я об этом тоже немного, эту тему тоже затрону. Для англоязычного читателя, для американца, для британца, но, в принципе, для европейской культуры, Сильвия Платт – знаковая фигура. И считается, что любая современная поэтическая антология, которая не затрагивает её биографию, вызывает сомнения. То есть там, где нету Сильвии Платт, мы должны насторожиться. Потому что она, конечно, фигура знаковая, культовая, и без неё XX век представить невозможно. Я в качестве подтверждения выбрала несколько таких фактов. Прежде всего, в Великобритании её романы, её поэзии включены в дополнительную школьную литературу. В некоторых школах, не во всех, это считается хорошим тоном – читать и знать её имя. То есть это такой знак признания. Во-вторых, о ней очень много говорят такие знаковые фигуры в мировой современной литературе XX века. В частности, если вам интересно, вы можете посмотреть и почитать интервью Иосифа Бродского Анн-Марии Бримм 1973 года, в котором он достаточно долго в своей манере, такой глубокомысленной, вдумчивой, размышляет о её судьбе. И о судьбе поэта женщины в XX веке. Мария Степанова, современная, российская, она сама, мне хочется сказать, поэтесса, но она против такого названия, потому что поэт и поэтесса – это совершенно разные вещи. Она тоже достаточно много слов адресует Сильвии Плат. Ну, в частности, вы можете в интернете найти старые записи передачи «Школа злословия», где она в интервью с Татьяной Толстой и Авдовичей Смирновой очень много говорит о Сильвии Плат и сравнивает Сильвию Плат с Мариной Цветаевой. Называясь Сильвию Плат американской, британской, англоязычной Мариной Цветаевой, и это сравнение очень частое для нашего читателя, когда о Сильвии Плат пытаются говорить и сделать её доступной и заинтересовать русскоязычного читателя, вот проводят такую аналогию. Для американского читателя параллель другая. Ну, понятно, что это не Марина Цветаева. Это Эмили Диккенсен, американский поэт XIX века. Есть, и вы тоже можете найти много, ну, несколько таких исследований, сравнений, параллелей. Ну, самые очевидные, такие, можно сказать, даже примитивные сравнения исходят из того, что они обе женщины, это женский текст. Кроме того, они родились в одном штате, когда мы начнем говорить непосредственно о Сильвии Плат. Да, я немного скажу о том, где она провела своё детство. Это Массачусетс, Север Англии, ой, Америки, извините. Вот. И теперь вот такая ошибка-не ошибка, да, с которой началась наша встреча. А Сильвия Плат родилась в Америке. И, ну, половину своей недолгой жизни она прожила в Америке. В 1955 году она переезжает в Англию, и, собственно, там она живёт, там она умирает. И все её тексты, то есть весь корпус её текстов, он был переведён, извините, не переведён, а издан в Великобритании, в Англии. Поэтому, когда мы говорим о том, что, да, к какой стране он принадлежит, да, ну, вот эта фигура, этот поэт, ну, здесь нету точного ответа. Сама она в интервью говорила о том, что, скорее всего, всё-таки её язык и её, ну, как бы лексика, да, это американская, да, потому что она выросла в Америке, она училась там. И в интервью от британским интервьюером она говорила, что, скорее, она сама себя относит к американскому тексту, да, вот. Но дальше вы уже сами смотрите, вы можете исправлять друг друга, вот. Ну, а Америка и Британия, ну, по праву разделяют, да, её, вот, между собой. Собственно, сегодня мы заявили тему «Сильвия Платта – поэт с биографией». Да, и я выбрала три такие, три составляющие, что биография бывает разная, да, и вот в разговоре о «Сильвии Платту» я бы хотела выделить три, да, биографии. Это личная её биография, «Сильвия Платта как человек», да, это творческая биография, и биография, ну, я её назвала посмертная, либо, ну, через слэш, медийная биография, потому что с Сильвией Платтой, с её фигурой и с её именем произошли такие интересные трансформации после, да, 63-го года, после того, как она умерла. И вот в заключении, да, нашего вечера сегодня мы попробуем из этих трёх, да, составляющих сложить такой, ну, целостный, целостный портрет этого человека. И начнём мы с, конечно, с личной её биографии. «Сильвия Платт прожила очень мало». Может быть, кто-то из вас знает? О, Господи, годы её жизни, конечно, нет. Сколько она прожила? Если я вам скажу, что она прожила 30, то мы немного скорректируем год её рождения, потому что, да, она покончила, она умерла в 63-м году, а родилась она, если она прожила 30? В 32-м году. Да. Она родилась в 32-м году, как я уже сказала, в США, в семье выходцев из Германии и Австрии. И для её творчества это будет очень важно. Она по отцу американка в первом поколении, а по матери американка во втором поколении. Её отец был из Германии, а мать из Австрии. Почему это важно? Потому что в её поэзии очень часто будет встречаться, прослеживается тема Холокоста, да, концлагеря. И ей очень часто в интервью задавали вопрос, как вы можете так легко, ну, вы же из Америки, Америка, да, участвовала в войне, но не так, как Европа. Как вы можете так легко разбрасываться и, да, вот этими сложными понятиями, концептами, которые для, ну, каждого из нас и сейчас, и тогда несли определённую такую коннотацию. На что она всегда отвечала, что её предки, да, вот-вот, да, приехали из Европы, и, собственно, сама она несёт в себе вот эту историю. Она, её отец и мать оба были из академической сферы. Её отец был биологом, а именно он изучал насекомых, он изучал пчёл медоносных. И его такая знаковая фундаментальная работа, работа его жизни, и это было исследование Шмелей, да, в котором ему помогала его жена, да, отца Сильвии Платта, я не сказала, звали Отто Платт, а мать звали Аурелия. Она была значительно моложе мужа, они познакомились в университете, когда она заканчивала магистратуру, а он уже был таким видным учёным. Вот, и она помогала ему работать, она редактировала его тексты, и вместе, собственно, вот они выпустили эту работу о шмелях. Сильвия Платта очень гордилась этим, да, она гордилась своим отцом, который очень много знал. И в одном из интервью говорила, что она не знает ни, как называются птицы, ни, как называются деревья, она не может угадать, да, название цветов, и гордилась тем, что отец её всё это знал. У них были сложные отношения в семье, скажем, как непростые, как любовь-ненависть. И поворотным событием для Сильвии Платт стала смерть отца, когда ей было 8 лет. У меня не очень хорошо с цифрами, поэтому сами, насколько я понимаю, это 40-й год. Отец умер, ну, не по медицинской ошибке, а, ну, по такому несчастному стечению обстоятельств. Он думал, что он смертельно болен и отказывался лечиться. Но мы представляем себе контекст, медицина, да, середина 20-го века. А на самом деле у него был диабет, что просто усилило инфекцию в ноге. А он думал всё это время, что он болен раком. Поэтому он отказался лечиться и, собственно, умер вот от последствий таких вот диабетических. Сильвия Платт очень тяжело это переживала. Вот в одном из интервью Аурелия Платт, мать её, вспоминала, что когда девочки сообщили о том, что отца больше нет, она сказала, что она больше никогда не заговорит с Богом. Вот. И вот из этой вот смерти отца вырастает ещё одна центральная, доминантная для неё тема — это богоборчество. То есть это такой агностицизм, да, вера и неверие, и столкновение двух таких противоречивых желаний. Чем больше я верю, тем больше я не верю, чем больше я отрицаю, тем больше я верю. Ну и вот и обратно, да. Вот. И второй момент, который сформировал во многом её личность, и который вырастает из смерти отца, связан с тем, что она восприняла эту смерть как сознательную смерть. То есть не как вот ошибку, да, ну такую очень болезненную, но всё-таки ошибку, а как сознательное решение отца, да, не лечиться и, ну вот, принять такую смерть. Вот. И, да, в восемь лет она переживает такую тяжёлую травму. Ну, вместе с тем она продолжает учиться, и в этом смысле она всегда была таким, ну вот, человеком мужественным и сильным. Поскольку отец её был достаточно доминантным человеком, который вот мало оказывал ей такого, как ей бы хотелось, отцовского, да, внимания и любви и заботы, она считала, что она может заслужить её, его любовь, ну вот, прилежанием, старательностью и оценками. Поэтому достаточно рано, по-моему, лет в одиннадцать, у неё, её IQ было порядка 160. То есть она показывала такую своего рода гениальность, да. Вот. Об этом факте и откуда я его узнала, я вам расскажу в конце. Если я забуду, пожалуйста, мне напомните, потому что это будет относиться вот к этой медийной теме. Она хорошо учится в школе. В 50-м году она поступает в, ну, так называемый, Smith College. Это закрытая школа для девочек, да, ну, женские такое, женское учебное заведение, где продолжает учиться на пятёрке. Она была таким A student, да, только отлично. Вот. И в 53-м году, это не совсем связано с её студенческой жизнью, она, а скорее вот с её такой творческой биографией, она выигрывает стипендию. И её приглашают в Нью-Йорк на три месяца в журнал «Мадмазель». Не обращайте внимания, не комментируйте название, да. Это вполне такой серьёзный, да, журнал для своего времени. И июнь, июля-август Сильвия Платт проводит в Нью-Йорке в статусе приглашённого редактора, или внештатного редактора. Ну, представьте девочку из Массачусетса, да, которая оказывается в Нью-Йорке, с его такой вот, да, вибрацией, жизнью. Ей, конечно, было и тяжело, и интересно, и она как такой перфекционист должна была, ну вот, как бы отработать, да, эту данную ей возможность. И, к сожалению, вся эта, да, вот ситуация такого чрезмерного давления приводит к нервному срыву. И в конце лета, в 53-м году, в августе, она, вернувшись домой, пытается совершать первую свою попытку самоубийства. И, ну, после того, как её находят, она проходит курс психотерапии, и помимо психотерапии ещё и электрошоковую терапию. Да. А здесь я вот, не буду скрывать, я выписала для себя три таких небольших объявления. Дело в том, что её биография затрагивает определённые сложные темы и детали, которые могут вас расстроить. Поэтому я, ну, даю вам выбор, я могу как-то углубляться в определённые, да, вот нюансы и детали, и подробности, но сразу предупреждаю, что они очень, очень, какие травмирующие могут для вас оказаться. Поэтому сами решайте. Да, то есть рассказать вам, как она пыталась покончить с собой. Ну, её первая попытка тоже обросла позднее такими романтическими, какими-то подробностями, флёром таким, но ничего в этом какого прекрасного и какого вот пафосного не было. Она, собственно, пыталась покончить с собой, приняв таблетки, да, она сообщила, оставила матери записку о том, что идёт на прогулку и вернётся завтра. Вот. А сама, собственно, приняла вот эти лекарства и спряталась практически под домом, да, в такую вот, ну, как ложбинку. Вот. Мать сразу поняла, что с ней что-то не так, потому что она, ну, дочка вот только-только вернулась из Нью-Йорка, и всё казалось, ну, как-то странным для неё. Она подала в розыск, обратилась в полицию, и если вы там как-то будете гуглить и перепроверять факты, которые я сейчас вам рассказываю, то вы найдёте много вот газетных таких вырезок с фотографиями, с объявлением о том, что разыскивается Сильвия Платт. Вот. Её нашли через несколько дней, вот, и сумели спасти. А в те времена, да и сегодня тоже попытка самоубийства рассматривается как, ну, странное преступление против себя, и понятно, что после такого, да, вот, эксцесса её отправляют в клинику, а в те времена, да и сегодня тоже наша психика малоизучена, да, и, ну, вот, электрошоковая терапия была одним из таких вполне ходовых, бытовых способов лечения. Она, да, лечится, возвращается в университет и в 55-м году заканчивает, заканчивает свой Смит-колледж. И здесь, ну, для нас будет звучать комплиментом тема её дипломной работы. Может быть, вы знаете, может быть, вы попробуете предположить, каким писателем занималась Сильвия Платт в свой, да, дипломный год. Может быть, достаёт? Конечно. Она занимается темой двойничества у Достоевского и, ну, и, собственно, вот, изучает его двойников, такая зеркальность, и в 55-м году успешно защищает свою вот эту работу. И в этом же году она получает фуллбрайтовскую стипендию. Это стипендия, да, американская, которая поддерживает молодых, перспективных, таких вот ярких студентов. И, собственно, эта стипендия позволяет ей уехать в Кембридж, в Англию, в Великобританию, где она учится. Также, да, ярко печатается в университетской газете, но это будет биография её творческая. Для нас важно, что в этом, ну, год спустя, вот она приехала и буквально, и очень скоро познакомилась с американским молодым поэтом по имени Тед Хьюз. Может быть, вы знаете о нём, слышали? Он также не переведён на русский, хотя несколько лет назад, несколько лет назад его корпус, его поэтический, готовился к изданию в литературных памятниках. Вот. Я, к сожалению, не уверена, вышел этот том или нет, но он практически так же малоизвестен, как она, к сожалению. Вот. Они знакомятся, они влюбляются, и, ну, практически вот в этот же год, после такого бурного романа, Сильвия Платт выходит за Теда Хьюза замуж, они уезжают в Испанию, а после переезжают в Америку в попытке найти работу, ну, что очень быстро у них получается. Они оба начинают преподавать, вот, но живут в Америке недолго, и уже в 60-м году они возвращаются обратно в Британию, в Англию. К тому моменту Сильвия Платт, к отъезду, она уже показывает, да, признаки своей беременности, признаки беременности, это у меня с английскими деформациями. Она беременна, ее это заметно, скажем так. И 1 апреля 60-го года у нее рождается дочка. Первая ее дочка, первая, единственный первый ребенок, которого они называют Фрида. Фрида жива до сих пор, она сама стала художницей, и она очень активно комментирует все, что происходило с ее матерью и происходит вокруг ее биографии до сих пор. Она очень такая эффектная, молодая женщина. Ну и, возможно, ее фигура могла бы стать темой отдельного исследования и отдельного вечера. Может быть, как-нибудь в другой раз. 17 января 62-го года рождается сын у Сильвии Платт и Теда Хьюза. Его называют Николас. И, к сожалению, Николаса ждет печальная судьба. Он достаточно в молодом возрасте покончит с собой. Но об этом я чуть позже скажу, когда мы закончим с ее биографией. К сожалению, рождение второго ребенка не смогло удержать двух этих людей вместе. И в 62-м году, в ноябре, Сильвия Платт разводится с Тедом Хьюзом. Причиной тому была его неверность и подозрение Сильвии Платт в многочисленных его изменах. В ноябре они разводятся. Она, забирая детей, переезжает в Лондон, снимает квартиру. И вот вы видите, что проходит совсем немного времени, меньше полугода. И 11 февраля 63-го года Сильвия Платт кончает с собой. На этот раз ее попытка была успешная. Детали этого убийства, самоубийства тоже какие-то тревожащие, потому что на этот раз она решает покончить с собой через отравление угарным газом. Но в квартире дети. Поэтому она защищает детей, перекрыв весь доступ и выход из кухни мокрыми полотенцами и ну вот кладет голову в плиту, включает газ и задыхается. После того, как это произошло, тоже были такие спекуляции, говорили о том, что она, скорее всего, просто хотела напугать Теда Хьюза, хотела напугать своих друзей и мать. То есть каким-то образом привлечь внимание к своей фигуре. Но все-таки такие не криминалисты, а исследователи и биографы, они приходят к мысли и к выводу о том, что, скорее всего, это было сознательно и продумано. Ну, опять-таки, по таким чудовищным деталям, как то, что она очень глубоко засунула голову в отверстие и ну и многие другие, о которых сейчас не хочется говорить. Так или иначе, 11 февраля Сильвия Платт покидает этот мир, отправляется к звездам. И вот у нас есть первая фотография ее на заставке. Это она совсем в юном возрасте. Это карточка из Нью-Йорка в тот момент, когда она работала этим приглашенным редактором. это мы чуть-чуть пропустим. И это фотографии с ее детьми. Ну, а это, собственно, заключение о смерти. И вы видите, что в заключении сказано, что, поскольку умерла она в Лондоне, британкой она не была, рапорт о смерти американского гражданина. Ну, вот опять к вопросу о том, к какому, к какой стране ее причислить. Могила, похоронена она в Англии. Вы видите, что ну, вот такие забавные, трогательные детали. Это небольшой такой, да, небольшая емкость, в которой хранятся пишущие предметы и карандаши, и ручки, и карандаши с ласиками, и кисточки. Я чуть-чуть позже расскажу о том, что помимо стихов, прозы, она еще занималась графикой и была, ну, как и во всех сферах, очень таким интересным, интересным, с ярко выраженным стилем художником. Вот, и на ее надгробии строчка из стихотворения, ну, те, кто английский знают, да, и среди такого яркого огня прорастают и могут быть посажены золотые лотосы. Да, ну, вот это, можно сказать, о ее жизни, да, такой короткой, такой насыщенной, такой яркой, необычной жизни, вот, да, Теперь давайте посмотрим на то, что произошло и что происходило, да параллельно с ее личной биографией. Сильвия Плат известна нам и запомнил, запомнится нам, ну, прежде всего, как поэт, но она была, написала прозу и короткую, и длинную, то есть это был, были романы и рассказы. Кроме того, всю жизнь она вела дневник, этому ее научила, и это посоветовала ей мать, и она с ранних лет фиксировала, ну, вот, каждое движение, да, и своей души, и, и, там, тело движения, да, в пространстве. Вот, чуть позже я покажу вам список литературы, что издано к настоящему моменту. Писать она начала очень рано, и, вот, в сорок первом году, то есть ей, там, восемь-девять лет, в местной газете Boston Herald напечатали ее стихотворение под названием «Незамысловатый поэм». Я, к сожалению, его нету на ваших листочках, но, я думаю, если вы зададитесь целью, вы найдете первое стихотворение Сильвии Платт. По ее собственному признанию первые свои работы и в прозе, и в поэзии, она писала о природе, да, ну, вот, тоже о таких вот вполне очевидных, доступных ребенку, да, вещах. Но уже в 14 лет она пишет свое первое, такое горькое, трагическое стихотворение, которое на русский можно перевести как «Я и не думала, что меня можно ранить». И это такой достаточно длинный, ну, нерифмованный текст, который был спровоцирован очень таким бытовым событием. Ее бабушка, у которой она гостила, случайно на кухне смахнула ее рисунок, который она вот только-только закончила, пастельный, и рисунок был уничтожен. Она очень горько это пережила, и, собственно, вот это такое незначительное, казалось бы, событие, оно спровоцировало ее первый такой вот горький поэтический опыт. Прочитайте это стихотворение, оно очень, ну, оно может вызвать улыбку, но вместе с тем, если не знать, что, да, что стояло за этим первым стихотворением, оно действительно, ну, можно предположить, что случилось что-то страшное. Но взвешивать на весах, да, степень отчаяния нашего и поэта, да, от какого-то незначительного или значительного события, наверное, не стоит, да. И, собственно, сама Сильвия Платт, вот, сказала следующее об этом, о реакции на ее стихотворение. Дело в том, что стихотворение показали, мать показала учительнице, Сильвии Платт, и та сказала, что, ну, если бы она не знала из, ну, что, да, что ее вдохновило, она бы подумала, что это, ну, даже, что-то не мог написать 14-летний ребенок. И, ну, собственно, вот такая интерпретация со стороны учителя подтолкнула Сильвию Платт, вот, собственно, сформулировать следующее. Ну, да, как только стихотворение доступно публике, право на интерпретацию принадлежит, да, самой публике и читателю. И я думаю, что это очень важно, потому что, ну, я совершенно сегодня не ставила задачу как-то комментировать и разжевывать, и интерпретировать самой, да, стихи. Вот то, что у вас в руках, это будет, да, для вас, чтобы провести завтрашний день, да, и отпраздновать ее день рождения, возможно, читая ее, ее поэзию. Важно другое, что если сам поэт, да, так формулирует, да, отношение к своей поэзии, то он дает нам право на интерпретацию, да, и здесь очень интересный тогда момент взаимодействия ее литературной биографии и биографии поэтической. Дело в том, что если вы откроете, там, Википедию, да, то вы увидите, что Сильвию Платт относит так называемый confessional poetry, это, да, исповедальная поэзия, и я сознательно не хотела, чтобы это было на сайте, да, в библиотеке, чтобы это было в любой какой-то рекламной, да, продукции, вот, связанной с моей лекцией, потому что сама она себя к ней не причисляла. И это такое, ну, для меня скорее какое-то искусственное, да, искусственное соотнесение поэта вот в какой-то школе. Нам так проще воспринимать, потому что это даёт нам определённый контекст, да, ну, условно говоря, мы всегда, когда идём в кино, хотим знать жанр, потому что мы хотим знать, как реагировать, смеяться сейчас, или это что-то, или этот смех потом приведёт к какому-то ужасу. И, собственно, вот эта исповедальная поэзия значится, да, в графе стиль или школа, но вызывает у литературоведов у нас большие сомнения, не только там, ну, у меня лично, но в принципе. Поэтому я это старательно избегаю, и, как мне кажется, вот эта вот её прямая речь о том, что вы можете сами интерпретировать, и у вас есть право, как только стихотворение окажется у вас в руках, мне кажется, что, ну, по крайней мере, мне сегодня даёт право не относить её к этому, к этой школе, а вам даёт право интерпретировать её поэзию, как вы хотите. Вот. Собственно, да, вот эта первая такая тревожная, грустная нота, она появляется в её, в её поэзии достаточно рано, ну, вот, в 14 лет, скажем так. Сильвия Платт активно пишет, да, вот, начиная с 8-9 лет, подростком, и к 50-му году, году поступления её в колледж, она написала порядка 50 рассказов, из них напечатаны были 10. Если, опять-таки, вы, ну, зададитесь, да, целью узнать её со стороны, её как прозаика, вы можете эти тексты, эти рассказы найти. Я вам советую прочитать, ну, вот, если вам жалко тратить время на всё, то вот один из этих рассказов называется «Санди от де Минтенс». Это тот самый рассказ, благодаря которому она попала в в Нью-Йорк, да, благодаря которому она выиграла эту стажировку. Тоже, чтобы не без спойлеров, чтобы вам было интересно, это очень личная история взаимоотношения брата и сестры, когда сестра возвращается, да, вот, в родной дом. И, ну, вот, небольшой текст, по сути, вот, о конфликте, да, брата и сестры. Сильвия Плат, я вам не сказала, не единственный ребёнок в семье, она младшая, она старшая, да, дочка, у неё был младший брат. Возможно, её отношения с братом стали, да, вот, ну, вот таким толчком, но в этом рассказе она умела, и это потом разовьётся в такой, ну, практически, да, как гениальный, гениальный талант играть с пространством. Вот весь этот раскрас строится на последовательном переходе из сжатого пространства дома, как правило, это кухня, это такая очень маленькая комната, в такой пляжный, да, пляжный простор океанский, потому что дом на берегу океана. Вот, и как отношения брата и сестры, да, которые тесно друг с другом связаны, как будто бы вот находятся на этой кухне, а вместе с тем абсолютно чуждые друг другу люди, как эти отношения вот коррелируют с пейзажем и с пространством, это очень здорово сделано. Я, к сожалению, не знаю, с какой формулировкой она получила награду и с какой формулировкой, да, она выиграла, но так или иначе вот этот один из первых знаковых для неё рассказов принёс ей с одной стороны лето в Нью-Йорке, с другой стороны мы знаем, чем он закончился. Да, это её период редакторской работы. В Кембридже, да, куда она, напоминаю, переезжает в 55-м году, она также активно печатается в университетском журнале. И, да, первый её поэтический сборник выходит в 1960-м году, и это сборник стихов, который называется «Колосс». Он выходит в Англии и представляет собой 44 стихотворения, написанные на протяжении нескольких лет, но собранные в единый сборник как раз-таки вот здесь. Вам что-нибудь говорит название Ядоу? Нет. Ну, перед вами такой красивый, да, архитектурный, ну, с архитектурной точки зрения интересный дом. Ядоу – это очень известная такая коммуна литературная, основанная в первой половине 20-го века парой семейной, такими меценатами, да, от искусства, которые решили как-то, что молодым художникам, художникам с большой буквы, писателям, очень сложно совмещать свою творческую карьеру и зарабатывание денег. Ну, исторически просто так сложилось, что, да, этот концепт голодного художника, да, он существовал, да, и кто знает, может быть, мы очень многого не получили именно из-за того, что, ну, молодым людям, да, нужно было работать, да, вместо того, чтобы творить. Так вот, они предлагают свой дом на картинке как место, куда художник, поэт, может приехать и творить. да, ну, бесплатно, ну, понятно, что не долго, ну, не несколько лет, но какое-то время найти вот это вот поэтическое убежище. и вы видите, что примерно два месяца Тед Хьюз и Сильвия Платт живут там, и, собственно, там она собирает вот первый свой сборник, колосс, собирает и делает первый такой драфт, черновик, да, своего первого сборника. Собственно, выходит он в 60-м году, и это единственный сборник прижизненный, единственный сборник стихов, который она сама увидит. Также при жизни Сильвия Платт издает свой роман, который есть в библиотеке, сейчас я буду заниматься рекламой, он называется «The Bell Jar» под колпаком на русском, и это так называемый роман с ключом, частично автобиографический роман, роман Акле, роман с ключом, называется так потому, что к нему нужно подобрать определенный ключ, чтобы он раскрылся, и за какими-то героями мы увидели реальных персонажей. Ключом к этому роману станут три месяца в 55-м году, когда Сильвия Платт живет и работает в Нью-Йорке. Собственно, героиня, своеобразный такой альтер-эго Сильвия Платт, Эстер Гринвуд, приезжает в Нью-Йорк на стажировку, ее мучают, терзают сомнения относительно собственного «я», она задается вопросами о... Я не буду его передавать, потому что здесь нет картинок, других будут. Она задается вопросами о том, кто она. Она студентка, она женщина, она поэт, да, вот, она сравнивает себя с нью-йоркскими девочками, которые приехали, с которыми она встречается, вернее. Она сравнивает себя с другими стипендиатками. она очень болезненно переживает свою девственность, да, потому что, ну, к этому возрасту все ее подруги уже давно, да, перешли из статуса девушки в статус женщины. Ее это мучает, она не хочет идти на поводу у общества, да, там, выходить замуж или просто, да, вот, как-то вести половую жизнь. И это очень большой и важный, большая и важная составляющая ее романа. Она, как человек, который еще не успокоился и не принял себя такой, какая есть, она очень переживает вообще себя как, ну, себя как явление, скажем так. И, собственно, вот, роман прослеживает ее три месяца, да, и, как мы уже можем с вами предположить, да, зная ее биографию, мы понимаем, что в конце ее тоже ждет такой, да, срыв, сильная такая, сильный депрессивный синдром и, собственно, шоковая терапия. Как говорил Набоков, любой вымышленный мир, даже если он повторяет реальный мир, это все равно вымысел. То есть, условно говоря, если я пишу в своем произведении место, где я работаю, то это будет все равно вымышленный мир. Мы не можем поставить знак равно между реальностью и фикцией, реальностью и вымыслом. Поэтому, да, этот роман называют роман с ключом, но не все там, не все нужно перекладывать на саму Сильвию Платт. Несмотря на то, что, конечно, это предельно личный текст, конечно, очень многое соотносится с ее жизнью, но если или когда вы будете его читать, не проецируйте это на жизнь, да, и на, то есть, не проецируйте рассказчика Эстер, да, Гринвуд, на Сильвию Платт. И здесь, когда я готовилась к сегодняшней встрече, я наткнулась на небольшое интервью Аурелии Платт, в котором ее спрашивают о стихотворении Сильвии Платт, ну, то есть, ее дочери, посвященной матери сложным отношениям. И она говорит о том, что, конечно, само стихотворение ее расстроило, но ей было больно его читать, потому что, да, она увидела вот отношения дочери и ее видение, да, вот их таких, ну, достаточно болезненной связи. С другой стороны, тут же, через секунду, она говорит, ну, это великолепное стихотворение, как поэтическое произведение, оно написано, ну, экселлент, гениально, да, блестящее, несмотря на то, что, ну, оно вызвало у меня боль, но как произведение это очень красиво. Вот, этот роман тоже написан очень, очень поэтично, несмотря на то, что это проза, если у вас будет возможность его прочитать в оригинале, вы увидите, что ее, ее прозаические тексты очень предельно поэтичные, предельно поэтичные, и она это достигает определенными повторами, определенными такими аллитерациями, да, то есть у нее повторяется очень многое на разных уровнях, и на лексическом, и на, ну, вот, каком-то, на уровне лейтмотивов, да, и на уровне, ну, вот, повторения даже каких-то звуков. Она очень часто прибегает к кинематографическим приемам, то есть там вот эти, да, наплывы, вот, да, то, что называется там, close-up, да, вдруг она видит что-то, да, чего не видят другие, и поскольку роман написан от первого лица, это дает возможность сделать текст вот таким лирическим, да, потому что все-таки поэзия, как род литературы, он предельно, да, близок к самому автору, да, ну, и, конечно, вот, рассказ от первого лица, он тоже делает прозу очень такой личной, доверительной. Вот, это ее роман. В 63-м году, да, то есть спустя месяц после публикации она умирает, и уже посмертно в 65-м году выходит ее второй сборник «У меня здесь ошибка», он называется «Ариэл», я «Л» забыла, да, «Ариэль». И это, скажем так, скандальный сборник, потому что, несмотря на то, что Платт и Хьюз были к тому моменту уже разведены, после смерти Сильвии Платт Хьюз становится душеприказчиком и распорядителем ее литературного наследия, чем вызывает бурю негодований до сих пор и сразу после смерти со стороны феминисток, да, ну, и поклонников, можно сказать, фанатов Сильвии Платт. Поэтому с этим сборником произошла интересная история. Сильвия Платт собирала и предлагала, да, определенный порядок стихотворений, да, вот для этого второго сборника. Хьюз после смерти ее меняет целиком этот порядок. Многие, там, порядка 12 стихотворений он просто убирает, они будут изданы позже. И вот, собственно, перед нами придуманный, задуманный Тедом Хьюзом список представляет собой в большинстве случаев стихи, написанные за несколько месяцев до смерти. На ваших листочках раздаточный материал вот на вот здесь вот я собственно выбрала три стихотворения. А, еще есть, если нужно кому-то. Даша, держите. Вот а, да, первое стихотворение это стихотворение, которое открывает сборник. Если кому-то из вас не хватило, то Вероника Юрьевна потом распечатает еще. Вероника Юрьевна это куратор и мой друг, я надеюсь. первое стихотворение, которое у вас есть, вот, да, называется Моринг Сонг, у вас с двух сторон. Сейчас посмотрите на то, где вертикально расположено стихотворение. Собственно, Моринг Сонг, утренняя песня, это первое стихотворение в этом сборнике. И я и сама читать не буду, и вас заставлять не буду. я думаю, что вы можете прочитать или прочитать дома, или даже включить ее собственное чтение, это доступно сейчас в сети, вот, и оценить ее голос такой низкий, приятный. Это стихотворение посвящено ребенку, да, новорожденному. Я нашла перевод, потому что сама не рискнула. И если хотите, я вам его прочитаю. А вы можете следить, да. Любовь настроила твой ход на ход огромных золотых часов. Повитуха шлепнула тебя по попке, и твой громкий крик занял место среди природных стихий. Наши голоса раздаются эхом, усиливая твое прибытие. Новая статуя. В ветреном музее твоя обнаженность затеняет нашу безопасность. Мы встали в круг пустые, словно стены. Я тебе не более матчем облака, что очищают зеркало для того, чтобы отразить свое неторопливое умирание на руке ветра. Всю ночь дыхание твоих уст мерцает среди обыкновенных золотых роз. Я просыпаюсь, чтобы услышать далекое море шумит у меня в ухе. Один скрик, и я спотыкаясь, скакиваю с кровати, передвигаясь точно корову, пышущую здоровьем, в викторианской ночной рубашке. Твой рот чистый, как у котенка, открыт. Квадрат окна отбеливает и проглатывает тусклые звезды. И тут ты пытаешься выдать пригоршню звуков. Чистые гласные поднимаются подобно воздушным шарам. Перевод Ирины Гончаровой, как мне кажется, в русском полон таких, я не знаю, как вам, может быть, вы не согласитесь, слов, которые вместе звучат очень возвышенно, витиевато даже. Если вы посмотрите на текст Сильвии Платон, он такой очень простой, это, по сути, рассказ. Вот здесь и сейчас женщина, которая передает, что она чувствует. Когда мы друг к другу, я не знаю, как вы с кем-то делитесь, даже с собой проговариваете, как вы себя чувствуете, мы, как правило, используем очень простые слова. И поэтому, как мне кажется, переводить поэзию очень сложно, а может быть, даже невозможно. Поэтому, ну вот, зная примерно, о чем это, попробуйте дома, вот, можете прочитать эти стихотворения, послушать ее, потому что это очень простая поэзия, не в плане простая, примитивная, а очень такая простая в плане доступности, потому что мы можем понять, да, вот чувство этой матери, которая где-то, видимо, в одной комнате со своим ребенком слышит его утренний крик, и вот, да, и что она видит, очень просто. Второе стихотворение, что там, The Poppies in October? Ага, потому что у нее есть еще одно стихотворение про, вот у вас маки в октябре, а? В июне. В июне? Есть просто в октябре, в июне это уже позже, ну, там два стихотворения, а это уже более трагическое, это ее, ну, понятно, Poppies, красный, да, цвет крови, это ее попытка, да, ну, вот, подготовиться к самоубийству, я не, ну, я не буду его читать, и вам не советую, это что, вы прочитайте его сами. А третье стихотворение, это последнее стихотворение, написанное буквально за несколько дней до 11 февраля, оно называется «Доброта». И оно о доброте, да, которая пришла к Сильвии Платт и принесла ей двух, да, две розы, двух детей. И это стихотворение о том, как, да, вот, как доброта парит в ее комнате, как пар, да, который из горячей чашки чая выходит наверх. Ну, и вместе с тем, да, это вот такое ироничное, можно даже сказать, саркастическое представление доброты, потому что, по мнению Сильвии Платт, да, вот, по ее чувствованию доброты, собственно, и нету, потому что доброта может тебя пришпилить, как, ну, если вы там в середине стихотворение найдете, как иголка, которая пришпиливает бабочку, да, ну, вот, вот образы, но я вам уже сказала, что интерпретировать не буду, это скорее вот для вас, просто чтобы вы, чтобы сократить время вашего поиска, да, ее стихов, если вам захочется. Это Ариэль, второй ее сборник, во многом и измененный, видоизмененный Тедом Хьюзом. Посмертно также издается ее стихотворение 68-го года, ну, в 68-м году оно издается. «Три женщины», монолог в трех голосах, это такое тоже осмысление материнства Сильвии Платт, вы можете послушать также в ее исполнении это стихотворение, оно было написано специально для радио, вот, и исполнено еще прижизненно, просто издано в 68-м году, и, собственно, из названия понятно, что это три женщины, которые вот только-только стали матерями и еще находятся в роддоме, и они рассказывают свои истории, это три разные истории, то есть это счастливая история, история осознания себя как матери и история женщины, которая отдает в итоге своего ребенка, да, но вот опять здесь уже она как бы расщепляется на три разные, да, ипостаси и отдает вот эти вот переживания, да, в устав, в голоса трех разных женщин, вот, тоже интересно, по одной из версий ее вдохновила на написание вот этой конкретной поэмы, вдохновили, вернее, в фильме Бергмана, да, но есть и другие источники, но вот сходятся несколько, да, исследователей к тому, что определенный фильм, да, ее побудил задуматься вот о разных путях матери. в 77-м году выходит сборник ее рассказов, ее малой прозы и дневниковых фрагментов, назван рассказ, назван сборник, вернее, по центральному рассказу, который называется «Джонни Паник и Байбл Джонни Паника и Библия снов или книга снов». Вот некоторые исследователи и литературоведы, которые занимаются исключительно творчеством плат, они называют этот небольшой текст одним из самых ярких и самых мастерски сделанных в ее творчестве. если вы помните, тот же Набоков говорил, что нет ничего скучнее, чем слушать сны, которые тебе пересказывают, которые тебе пересказывают, точка. Ой, мне вчера такое приснилось, я сейчас вам расскажу. Это не имеет никакого отношения, вот эта реальность сна, ни ко мне, ни к вам, вообще ни к чему. Это не событие жизни, это из области какой-то фантасмагории. И в этом рассказе собственно вот эта вот как вселенная сна, она воплощена, потому что главная героиня, тоже своеобразный такой двойник Сильвия Плат, она работает в клинике, которая занимается неврозами человеческими, и ее работа заключается в том, чтобы записывать, вести учет снов пациентов, которые приходят и жалуются о чем-то. Джонни Пенник это фигура, это персонифицированная фигура всех наших страхов, по сути неврозов, наших панических атак, то есть самые глубинные наши страхи, воплощены в этом образе. фигура, описывая одного из персонажей, одного из пациентов, она говорит, что он почувствовал руку Джона, Джонни Пенник, на своем плече уже очень давно, и вот по сути живет с ним всю жизнь. То есть такой образ жутковатый, да, и вот она собственно записывает сны тех людей, которые живут с Джонни. Но поскольку работает она в этой клинике не так давно, она очень хочет прочитать архивные записи, ну вот что там, что было до нее, и как-то остается в в этой клинике, чего в общем-то делать нельзя, забрать эти тома тоже нельзя, и она решает их прочитать. Все, интрига, я не буду дальше вам рассказывать, но как и вот в этом рассказе Sunday at the Mintens, она умело здесь обращается даже не с пространствами, а с реальностью и сном, то есть где, в какой момент она засыпает и оказывается во сне, или она вообще не спит, то есть плат при помощи слов модифицирует вообще реальность, вполне реалистичную реальность, реалистичный мир этого рассказа, на первых страницах она потом превращает в какое-то непонятное сновическое действие, в котором мы вместе с героиней оказываемся. вот, могу рассказать, чем закончится, если вы потом ко мне подойдете, я могу рассказать. Рассказ есть в сети, я сейчас нарушаю все авторские права, но если вы захотите, он выложен, вы можете его найти. Собственно, мы близимся к концу, в 81-м году выходит отдельным томом все ее поэтические тексты, The Collected Poems, которые также издаются Тедом Хьюзом, и что самое удивительное, то есть самое удивительное и феноменальное происходит годом позже, в 82-м году, когда плат первой в истории Пуллицеровской премии присуждают эту награду посмертно, такого не было никогда, и она стала первой. Но Пуллицеровская премия, вы наверняка знаете, это американская, самая высокая литературная награда в Америке. Удостоится Пуллицерской премии, ну, наверное, мечта любого поэта с большой буквы, она не так ангажирована, может быть, как Нобелевская премия, и это такая узконациональная штука, и вот плат становится первой, кто получает ее посмертно. Казалось бы, все, казалось бы, на этом мы могли поставить точку, но не тут-то было, потому что Сильвия Плат и своей жизнью, своей смертью пробуждает к себе такой интерес, что ее биография посмертная становится даже больше и шире, чем прижизненная, творческая и личная вместе взятая. Но, прежде всего, здесь я могла бы поставить вообще после 82-го года многоточие, потому что до сих пор в архивах находят неизданные стихи, и ее, и более того, Теда Хьюза, вот, например, в мае этого года, юбилейного года, понятно, что внимание к ней и так было очень такое пристальное, двое исследователей в ее дневниках, знаете, вот если Молли Скин, у них в блокнотах есть еще такой потайной кармашек, вот там они находят пять стихотворений, их еще никто не видел, но для исследователей это просто экстаз, представляете, как у них дрожали руки, когда они поняли, что перед ними вот что-то, их нужно датировать, их нужно каким-то образом классифицировать, их нужно разгадать, обработать и в этот корпус текстов каким-то образом вставить, это, конечно, удивительно. Помимо, да, это вот, собственно, обложки романов, The Belcher удивительный, роман удивительной судьбы, потому что он очень много переиздавался. Во-первых, ну, на волне вот этого феминистского движения, это была такая, ну, очень популярная вещь. Еще просто нету времени говорить о том, что самый первый роман, он был издан под псевдонимом Виктория Лукас, потому что Сильвия Плат очень боялась, ну, вот обнажить эту историю, да, поэтому она скрывала, что это она. Но уже годом спустя было понятно, что его разгадали, что, ну, все знали, что это она, поэтому вот это вторая очень стильная обложка с таким, да, вращающимся круга и так далее. Вот, это издание трех женщин, ну, и, конечно, детские книги. Здесь я пущу, их всего три, вот здесь одна, здесь две. Я просто понимаю, что здесь все взрослые, но два момента, почему о них нужно сказать. Сильвия Платт, как вы, наверное, уже поняли, может быть, я не очень отчетливо это проговорила, у нее были сложности со своим женским началом, то есть, и все, что касается вот принятия своего тела, своей какой-то бытийности вот в этом теле женском, для нее было сложно, но несмотря на какие-то жуткие пассажи, да, в Белджар, под колпаком, с рождением своих детей она себя приняла. И вот перед вами три книжки, это The Bad Book, это единственное поэтическое произведение, обязательно прочитайте, тоже можно найти в интернете, а это история о том, как мама укладывает своего сына спать в обычную, такую незамысловатую, простую кроватку, и рассказывает ему о том, какие они бывают. В иллюстрациях Квентина Блейка это вообще роскошь. Квентин Блейк это культовый английский, британский иллюстратор, который иллюстрировал, например, все книги Рольда Даля, если вы знаете. Неделя Даля прошла, но здесь были огромные такие каркасы, может быть, видели. Если что, потом можно вынести их. Тот факт, во-первых, что Блейк иллюстрирует Плат, это тоже на ее мельницу известности и популярности. Но это стихотворение удивительно тем, что оно адресовано ребенку, но говорит, особенно в конце, там такой разворот появляется, об очень не тяжелых, но в таких глубоких вещах. Вот после того, как она рассказывает, какие чудесные, замысловатые, классные, веселые бывают кровати, там на рисунках вы видели, они опять возвращаются в эту спальню и говорят, ну тебе, мой сын, мой друг, придется и уготовано спать в этой маленькой простенькой кроватке. Казалось бы, ребенку ребенок еще не может принять вот этой своей обычности и обыденности. Но Сильвия Платт очень просто об этом говорит, и это можно не заметить в тексте, но вдумчивый взрослый читатель, он, конечно, это заметит, о том, что вот есть эта вся феерия сказочная, детская, приключенческая, но очень важно понять свою обычность, потому что ну в общем-то мы ничем не отличаемся друг от друга, и вот эта избранность, ее в общем-то нету, а все вот все такое веселое, яркое есть только в сказках. И возможно там очень рано, как можно раньше нужно это осознать, чтобы потом не было плохо и грустно. The It Doesn't Matter Suit это классическая детская кумулятивная сказка, кумулятивная такая, как колобок, да, которая повторяет один и тот же сюжет. Там мальчик очень хочет костюм, Макс, он седьмой в семье, очень хочет костюм. И вдруг в Рождество подам в коробке желтый, такой горчично-желтый классный вот шерстяной костюм, только очень большой. И мама начинает ушивать. Сначала одному брату, второму, третьему, и, наконец, Макс. Ну вот, да, счастье и радость. И Mrs. Cherry's Kitchen тоже вы видели. это в принципе можно прочитать как такую семейную психологическую драму, по сути. Женщина ждет своего мужа на обед, и ей нужно приготовить ему что-то, несколько блюд по возможности, потому что она должна быть хорошей женой. Но это же не удел всех, да? И, в принципе, вот феминистки всегда за это хватаются, да, потому что вот она, вот Сильвия Плат феминистка. Женщина не всегда должна готовить там борщи, да? Но у Сильвии Плат о другом это все-таки детская история, и там вдруг выскакивают два человечка, которые ей помогают это сделать. Из этих, из этой сказки можно было бы вот целую лекцию о протофеминизме, о феминизме, да, о, ну вот, о гендере в литературе рассказывать. Но в контексте детских историй вот вам три варианта, да, такой, видимо, там, где она все-таки чувствует себя более уверенно в стихах, она создает вот такой вот, да, такой детский веселый, колыбельный стих с, ну вот, с подтекстом. Две остальные более, более такие классические детские сказки. Вот как они выглядят. Да, и здесь нужно сказать еще, что и вторую книжку, центральную, да, вот, которая была у вас в руках, ее тоже иллюстрирует культовая, детская, сама писатель и иллюстратор, Сюзанна Ратраутбернер. Может быть, вы знаете серию «Городок» ее. Весенняя, зимняя, осенняя книжка, ночная. Ничего страшного. Помимо прозы, поэзии, Сильвия Платт пишет, ну, да, вот, ее библиография, это документальные, да, тексты. Это прежде всего ее письма, ее дневники, и ее диссертация 89-го года, посвященная Достоевскому, да, называется «The Magic Mirror». И, собственно, вот последние, это опять 2000-го года, неизданные ее дневники и юбилейные издания ее писем в двух томах, да, обработанные, да, и, ну, вот, выполненные в двух таких, в двух изданиях. Небольшую интерлюдию, да, перед финальной частью, это ее графические работы, она так же, как в письме, так же, как с письмом, очень рано начинает рисовать. И даже, ну, это что уже неудивительно для нас, она получает призы, да, вот в области графики и живописи. Это ее поздние работы, я их просто так прокручу, чтобы вы оценили ее, вот эту черно-белую графику, которая тоже такая наблюдательная, да, ну, бытовая, но, как мне кажется, вот эти, да, вещи, сваленные, они, то есть, такой, ну, пейзаж, натюрморт, но вместе с тем очень поэтичный, потому что, возможно, она отражает ее какие-то внутренние переживания, и, в принципе, ну, вы можете заметить определенную закономерность, это какие-то ненужные вещи, брошенные вещи, ну, как покалеченные, разбитые. Если это растение, то это колючие растения, хотя, ну, да, может быть, я сама что-то сейчас придумываю, и мне очень хочется этого избежать. Да, зная биографию, мы пытаемся увидеть, ой, да, конечно, ну, вот, это рисунки человека, который страдает клинической депрессией. Может быть, нет, может быть, она писала, да, вот эти, эти работы, когда ей было, ну, неплохо, и я не комментатор, и не живописец, мне очень сложно, да, даже язык подобрать для, вот, для графических, для оценки, да, и комментариев графических работ. Поэтому я вам лучше расскажу о том, что произошло после. Как только стало известно о том, что Сильвия Плат умерла, ее фигура, ее имя начали использовать, ну, скажем так, в своих интересах. И здесь, ну, если вы почитаете какой-нибудь, вот, 2017 года прессу, или вы подписаны на какие-нибудь, там, русскоязычную службу BBC, вот, раз в месяц, раз в два, определенно что-нибудь вы найдете. И это, конечно, во-первых, создает определенный миф для нас о Сильвии Плат. А рождение мифа это отдельная история, как, да, появляются мифы о каких-то, да, известных личностях. А с другой стороны, ее имя используется, ну, как бы, вот в своих интересах. Но прежде всего это ее болезнь. В современных терминах она страдала клинической депрессией. Не депрессией, когда, ой, у меня депрессия, я расстроен, да, а, болезнью, когда вся твоя химия, твоего тела изменяется, и, ну, ты просто не можешь, да, вот, откликнуться на дружеское, да ладно, черап, давай развеселись. Это, это болезнь. И, собственно, здесь происходит очень, на мой взгляд, интересная такая штука. Сильвия Платт попадает в категорию нейротик-поэц, да, ну вот, поэтов-невротиков. И я сегодня утром, когда шла на работу, подумала, ну, хорошо, нет, нет уже такой категории поэты, страдающие острыми респираторными заболеваниями, или поэты со слабыми, со слабыми легкими, или поэты, там, я не знаю, с гастритом, да, почему-то, ну, понимаете, что я имею в виду, почему-то вот душевные переживания, которые тоже являются болезнью, они обрастают таким, и окружены ореолом, ну, вот, романтическим, трагическим, да, хотя, по сути, это болезнь. И рассматривать фигуру Сильвия Платт в этом контексте, ну, это как, как если бы мы вот рассматривали, я не знаю, поэтов, или писателей, у которых, которые страдали ранним облысением. Ну, вот, это какая-то вульгарная такая штука, сайт Neurotic Poets есть, там есть Сильвия Платт, там есть ее подруга Анн Секстон, и многие-многие другие, но, по сути, все поэты могли бы туда попасть, и не только поэты, но и мы с вами обыватели, да, вот, и, конечно, психиатрическая лечебница, болезнь, электрошоковая терапия, это частые темы, да, в ее произведениях, но это не, ну, это не то, что нам нужно. Второй момент, это отношения Сильвии Платт с Тедом Хьюзом. Муж, изменник, из-за него она покончила с собой, дальше начинается, да, 1963 года, такая вела текущая передача, пусть говорят, где, да, вот, есть защитники Сильвии Платт, есть сторонники Теда Хьюза, а на самом деле, да, ну, вот, все это выглядит очень некрасиво, но совершенно не литературно. На обратной стороне вот этого листочка, который у вас есть, который я вам дала, два стихотворения из сборника Теда Хьюза, который называется Birthday Letters, «Письма на день рождения», этот сборник был издан в 98-м году и, по сути, представляет собой стихи, которые Тед Хьюз писал каждый год на день рождения Сильвии Платт. Здесь всего два стихотворения, это самое первое стихотворение, ну, и в этих стихотворениях, по сути, он вспоминает всю их историю, такую недолгую, но насыщенную, эмоциональную. Первая их встреча, она произошла еще задолго, до встречи, когда он увидел ее фотографию на групповом снимке фулбрайтовских стипендиатов. И вот первое стихотворение посвящено вот этому. По-моему, оно называется «Fulbright Student», да? Scholars. Вот. То есть вот. И дальше, да, к самому концу, да, вот эти письма на день рождения, посвященные Сильвии Платт, пронесенные сквозь вот все эти года, когда его поносили, да, на чем свет стоит. И до сих пор это продолжается. Вот два стихотворения. Второе, оно центральное, ближе к середине сборника, и оно посвящено, по-моему, на «Innocent Girl». «Fulbright Light». А? «Fulbright Light». Ну вот, да, оно тоже, оно о фотографии Сильвии Платта, на которую он смотрит. Здесь нету, в этом сборнике нету стихотворения, которое в 2010 году было обнаружено, да, издано, ну, практически случайно. оно называется «Last Letter». И это последнее стихотворение Теда Хьюза, посвященное Сильвии Платт. Это его последнее письмо к ней, написанное в форме обращения и вопросов о том, как и что с тобой произошло в этот последний, последний три дня. Трагичность вот этого события в том, что Тед Хьюз знал о том, что в каком она находится состоянии. Он к тому моменту уже жил с другой женщиной, но готов был помогать Сильвии Платт. Но после двух таких как бы ложных вызовов он на один день просто пропал из-за ее жизни и потом узнал, что она ему звонила много раз. Тогда не было стационарных телефонов, она очень, ну, она была бедная, не могла себе позволить. И он в этом стихотворении представляет, как она выходит к будке телефонной несколько раз, звонит в эту квартиру, где никого нет. И заканчивается стихотворение звонком, который он в конце концов получает из четырех слов. Ваша жена по-русски три. Ваша жена мертва, в английском четыре слова. Вот. И это стихотворение оно взорвало, да, ну, вот, там, литературное, сообщество, общество в целом, потому что заставило немного по-другому посмотреть на Теда Хьюза. Но опять-таки ненадолго, потому что в этом году непонятно по какому стечению обстоятельств было найдено письмо Сильвии Платт своему психиатру, в котором она намекает, да, прямую не говорит, но из которого следует, что Тед Хьюз возможно применял к ней какую-то физическую силу, и вплоть до того, что она потеряла второго ребенка, да, вот, из-за того, что он ее бил. Но это опять-таки не подтверждено и опять-таки вызвало вот такую, да, волну с двух сторон мнений, но так или иначе, да, вот, их отношения, были их отношения, они их выразили в своей поэзии. И для того, чтобы, ну, вот это почувствовать, возможно, лучше, да, просто прочитать «Birthday Letters» и сборника «Риэль». и вот, да, ну, это что касается вот таких вот скандальных, да, посмертных таких моментов. Фрида, дочка Сильвии Платы Теда Хьюза, эти моменты старается не комментировать. Понятно, что и так все это достаточно болезненно. Однако она комментирует попытки воссоздать вот эту вот реальность в кино. Ну, возможно, вы слышали про вот этот фильм, да, в котором Сильвию Платт играет вот эта актриса Гвинет Пелтроу и Теда Хьюза играет Дэниел Крейг. Фильм прослеживает, ну, вот их роман, да, с первой встречи до, собственно, до ее самоубийства. Когда этот фильм вышел, Фрида Платт написала в The Guardian, это английская газета, небольшое стихотворение, ну, по следам своей матери, которое начинается так, вы убили ее снова. Ну, понятно, как она комментирует, да, вот так поэтически этот фильм. И, конечно, и, конечно, история очень заманчивая, да, для кино, для определенного жанра, да, такой мелодрамы. Но, по мнению дочери, и это, это такой, экусимулякор, да, то есть создание и эксплуатация этой темы, да, во многом там оболганная, искаженная на потребу зрителя и в угоду определенным жанровым, да, конвенциям, условностям и так далее. Вот, в плане, вот продолжая немножко тему кино, в восемнадцатом году постарайтесь не пропустить экранизацию, да, вот этого романа, первую экранизацию и женскую экранизацию, потому что этот фильм ставит, это нам неоднозначно так намекнули, что пора, ставит Кирстен Данст, актриса, ну, наверное, вам знакома, второй сезон Фарга, вот. Главную роль играет Дакота Фаннинг, тоже такая, ну, актриса, да, современная, молодая. Ну, вот, в восемнадцатом году, конечно, это фильм приурочен к юбилею, к 85-летию Сильвии Платт и очень быстро завершая вот эту тему такой околоскандальной и, в принципе, окололитературной, псевдолитературной, поскольку в этом году было очень много изданий и переизданий, многие из них вызвали бурное обсуждение. Вот просто несколько примеров. Мы, русскоязычные читатели, в принципе, очень, ну, нас это не так касается и, возможно, вы сейчас сделаете вот так, скажете, ну, ерунда какая, но для во многом политизированных, да, вот, как бы, околоиздательских, профеминистических кругов то, что происходит, обложка книг очень важна. Вот, посмотрите, перед вами обложка первая, да, ну, это первая под ее именем и переиздание к 50-му году. Что мы видим? Давайте, господа феминисты, что не так? Витя нам даже не понять, что не так. Ладно, красный цвет, ну, хотя красный тоже. На обложке девушка, да, с зеркальцем, с накрашенными ногтями, как будто бы этот роман, вот, ну, такой, достаточно легкий. По обложке мы поймем, да, вот, по второй. Что это? Какой-то такой чик-флик, да, такая, вот, типа, «Секс в большом городе». Это роман о другом, да, и, ну, если мы будем его читать, то скорее, да, ну, более близким оформлением вот этого мира, да, Эстер Гринвуд будет первая обложка. И когда это все случилось, ну, издатели клеймили и говорили, ну, хорошо, были же вот такие, но даже третья в верхнем ряду, с, там, обнаженным, да, с декольте всяко лучше, чем, чем вот этот вот вульгарный ужас. Знаменитый биограф Сильвия Платт, Эндрю Уилсон, вот, ему принадлежат несколько работ, в частности, «Mad Girls Love Song», ну, само название, по-моему, да, должно вызвать у вас какое-то, ну, по крайней мере, вскинутую бровь, да, любовная песня сумасшедшей девочки, ну, like, seriously, ну, и, конечно, фотографии. вы вряд ли догадаетесь, что здесь не так. но я вам покажу, а, нет, ничего я вам не покажу, потому что авторские права защищены и использовать просто фотографии, ну, чревато. так вот, посмотрите, Сильвия Платт здесь, блондинка, она была блондинкой всего несколько месяцев своей жизни, это я сейчас не свои слова, да, вам пересказываю, а то, как это все обсуждалось, и, собственно, вот этого Эндрю Уилсона и его издателей, ну, не клеймили, а критиковали за то, что он, как бы, он неправильно, ну, неправильно, он представляет Сильвию Платт не как поэта, а как вот такую, ну, девочку-блондинку, да, с одуванчиком в руках, с обнаженной спиной, и, там, грудью и плечами, что, ну, заведомо ложно всей ее, ну, личной и поэтической биографии, вот так, если хотите. То же самое с, с изданием вот этого сборника ее рассказов. В Америке оно издается вот в такой вот, да, интересной, да, кто у нас рекламщики, согласитесь, да, ну, интересное решение. В Британии они берут ее фотографию в стиле Мерлин Монро на пляже, да, и делают из этого, вот такую завлекательную, да, по сути, обманчивую обложку. Вот, ну, и вот еще один, еще один вариант, это ее сборник, да, изданный Тедом Хьюзом, и вы видите, что здесь тоже вот она в таком вот виде музы со спущенными там брительками, это, в общем, вызывает крайнее негодование, потому что манифестирует ее как женщину, а не как писателя, ну, условно, и вызывает такие вполне очевидные, возможно, даже логичные вопросы. Ну, хорошо, давайте тогда, если мы делаем вот это, издадим сборник Теда Хьюза, где он в пляжных трусах лежит вот в стиле Уоррена Битти, да, или, ну, я не знаю, может быть, это неправильное сравнение, да, мы так не делаем, почему мы это делаем в отношении женщины, да, вот, и эти обсуждения вот такого толка, они весь год, да, ну, и до этого, просто в этот год это как-то активизировалось, они будоражат англоязычную общественность, потому что, ну, да, по мнению и критиков, и читателей, да, и, ну, вот, людей заинтересованных в ее таком правдивом портрете это все противоречит, да, тому, кем она была, что она делала, о чем она писала, собственно. Вот. Вот, подводя такой небольшой итог, мы с вами сегодня поговорили и о ее биографии, и о ее творчестве, и о том, что происходило с ней и происходит до сих пор, ну, вот, спустя, сколько, 63, ну, да, да, ну, больше полувека спустя. И, конечно, много еще будет, да, и когда она, ну, да, надеемся, дойдет до русского, русскоязычного читателя, возможно, как это добавит тоже к ее вот этой посмертной медийной биографии еще что-то. Вот, я благодарю вас за то, что вы пришли и надеюсь, что вы, ну, что-то для себя сегодня вынесли и завтра проведете день с вот тремя-пятью стихотворениями и когда-нибудь возьмете почитать и ее письма, и дневники, и так далее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok